в прошлом видео мы поговорили с вами тупо про лень про лень как активный процесс про лень про такой процесс когда не то чтобы не хочется что-то делать а когда хочется ничего не делать вот это вот такая деградантская такая штука такая ленивая страшная как тупая вот это есть способ как это побороть даже выйти из вот такой вот из этого деграданство и перейти на вторую сам ступень не все сли не начинают безусловно слава богу абсолютно ленивых людей мало очень а вот людей у которых в каких-то сами местах не хватает воли для того чтобы начать где-то действовать вот таких очень полно причем человек может быть инициативен ему успешен в жизни каких-то направлениях например успешен в бизнесе но у него совершенно нету силы воли для того чтобы начать изменяться в этом плане физического развития или в плане диеты но поэтому хоть и отсутствие воли это вторая ступень из самых худших то есть лень это самое худшее отсутствие воли это вторая вот а потом еще еще есть как бы две которые более выше в это порядка то есть имеется виду они на самом деле лучше намного вот то есть получается отсутствие воли это чуть ли не самый худший до такой элемент который смешает нам начать сам действовать тем не менее это присуще в той или иной степени практически всем всем абсолютно и мне и вам и все только это может быть в разной степени выражены есть люди которые надобладают над инструментом как это преодолеть и как это побороть а есть люди которые просто не могут это сделать у них тогда наоборот отсутствие воли может прибыли перейти в лень все зависит исключительно от нас так вот расскажу вам сейчас о том как можно побороть именно вот отсутствие воли смотрите если для лентяя нужно хотя бы что-то начать сам делать потому что главное для него этой это бездействие это его естественное совершенно такое времяпрепровождение это естественная фаза такая этой для него самый комфортный способ действия это бездействие то для человека который который хватает воли на самом деле готов действовать он инициативен он активен то есть он знает что ему нужно он прекрасно понимает до чего бы хотел и даже знает ну примерно какими путями к этому двигаться может даже сам не конкретно но просто не может либо начать не может либо начав не может это дело сам не продолжить но постольку поскольку он сам понимает что проблема подобного рода существует то начать действовать ему намного проще что для этого нужно этого нужно нужна логика то есть у такого человека логика есть то есть он Абсолютно прекрасно понимает, что он хочет. Но, понимаете, сама логика по себе способна, говорю, заставить его начать только действовать. А вот чтобы поддержать – нет. И вот здесь нужна мотивация, причем мотивация с постоянной поддержкой. Если лентяю для того, чтобы начать действовать, ему нужно хоть что-либо начать действовать, пусть даже не в стратегически важных направлениях, то человек с отсутствием воли может действовать в любом направлении, даже в тех, которые для него очень трудные, он, в принципе, может. Потому что здесь неважно, в чем проявлять свою самую волю, в том, что больше хочется делать или меньше хочется делать, потому что здесь самый главный механизм – это формирование правильной мотивации. Мотивация может формироваться из логических каких-то предпосылок. Вот это самое важное. То есть человек, который хочет начать действовать в каком-то направлении, но ему не хватает воли, должен собраться и сформулировать для себя, почему он считает, что должен начать двигаться в каком-то направлении и чего-то добиваться. То есть добиваться какого-то результата. И должен обязательно это записать в виде вот таких вот пунктов. И что это ему в жизни даст. До тех пор, пока он не овладеет абсолютно правильной мотивацией, то есть не докажет сам себе, не убедит сам себя, что это ему необходимо жизненно, что это очень важно для него. Если не для него, то для его семьи, для знакомых, для близких, что это важно в перспективе, то как бы он прекрасно не понимал, что это штука полезная, которую он хочет сам себе добиться, он толком начать действовать не сможет, а продолжить не сможет тем более. Вот, например, предположим, если человек хочет иметь красивое тело, но не может четко сформулировать для себя, для чего же конкретно ему вот это нужно. Он не сможет действовать эффективно. Ну, конечно, может так абстрактно предположить для себя, что, ну, так вроде я буду лучше выглядеть, это как бы здорово, вот, ну, и, наверное, для здоровья это как-то полезно будет больше, если я похудею, вот, то этого мало. Понимаете, это очень абстрактные суждения, которые не имеют никакой конкретики. Нужна более четкая детализация на уровне логики и более конкретная сегментация. То есть нужно вообще, ну, вот я просто приведу пример. Я хочу выглядеть хорошо для чего? Вот, предположим, я являюсь самогеопубличной фигурой, и если у меня будет отличное самотелосложение, подтянутый, там, крепкий вид, это мне поможет лучше монетизировать мой, ну, вот этот вот, мое состояние. То есть я буду более презентабельно выглядеть, я буду больше приглашать на различные телешоу, передачи, я буду еще более популярен, я буду более приятен для публики, там. Ну, это вот, ну, так актер может рассуждать, например, да, предположим, сам спортсмен или публичный какой-то деятель. Вот. Соответственно, это впечатление, оно поможет мне в моей самих карьере. Вот это уже более конкретная детализация. По поводу здоровья. Что среди толстых людей практически нету долгожителей. Поэтому, если я хочу прожить долго, быть активным, инициативным, чтобы уровень и качество моей жизни были намного выше, я обязательно должен похудеть. Тем более у меня проблемы с гипертонией, например, а тучные люди – это факторы сомбрийской гипертонии. Поэтому мне не… просто мне необходимо похудеть. Вот. И вот такими вот… То есть нужно четко сегментировать и детализировать, дать понять, найти, дать понять о себе, почему это важно, и найти те конкретные факторы, которые позволят поднять всплеск мотивации. И это надо будет делать постоянно и регулярно, потому что любой мотивирующий фактор со временем имеет тенденцию к затуханию. И нужно находить новое. На самом деле это несложно, потому что любое полезное дело, оно полезно со всех сторон. Любое полезное достижение можно направить на пользу в самых разных отраслях жизни. Вот тоже похудение, например, оно полезно и для здоровья, и в коммуникации, и в примере своим детям, да, и для того, чтобы больше нравиться противоположному полу. Ну, масса вариантов, для чего это, в принципе, может интересно быть. Вот. Для того, чтобы освоить какие-то новые виды спорта и даже новые виды развлечений, которые не были доступны вам от избыточного веса. Например, кататься ловко на горных лыжах или, там, не знаю, на сноуборде. То есть, когда весил там 150 килограмм, этого не мог, а стал 80 весить смог. Вот. Ну, и вот так вот далее. То есть, всегда можно найти новый мотивирующий фактор и отталкиваться от него и дальше прогрессировать. То есть, нужно найти логическое, ну, там, основание, причем конкретное, очень четкое, для того, чтобы действовать в данном направлении. Вот. И тогда себя не придется переламывать и очень будет легко преодолевать этот недостаток воли. Потому что, на самом деле, недостаток воли – это ведь нереально недостаток какого-то там органа. Это не недостаток руки, например, или ноги. Это просто недочет в какой-то части психологического статуса. Поэтому изменить это довольно легко. Нужно просто немножко повернуть переключатель в своей самоголове. Для этого же не надо там, скажем так, отращивать самоконечность нужную. И как у вас только-только появятся первые результаты на поприще вот того достижения, которое вы хотите добиться, изменения, какой-то положительный сдвиг, вам еще проще начнет, вам еще проще станет себя отмотивировать и придумывать новый мотивирующий фактор. В это поверьте. Я вот то, что рассказываю, я отчасти беру пример от себя. Вот еще три года назад я весил 100 килограмм. Было время, когда я 105 килограмм весил. А сейчас я добился результат, что внешность моя напоминает внешность фитнес-модели. Если вы хотите, зайдите на мои аккаунты в социальных сетях, посмотрите фотографии мои в проекте Корректура. Значит, увидите весь там путь. Почему я и привел пример, предположим, на потере веса. Но это абсолютно для всего это характерно совершенно. Так вот, и про себя рассказываю. На самом деле, я себе не ставил сам задачу стать сам не таким. Я весил сотку и думал, ну вот, если я скину килограмм 10, то будет очень даже хорошо. А когда у меня процесс пошел, я скинул первые 6 килограмм, потом 10, и я понял, что я могу. И я тут же поставил себе высокий результат очень именно добиться внешности фитнес-модели. Несмотря на то, что мне 40 лет уже к тому времени было. И добился, понимаете. Потому что мне уже было легко понять, что я это дело могу. Я придумал себе еще кучу мотивирующих сам факторов. Для того, чтобы записать несколько видеокурсов интересных, для того, чтобы там освоить какие-то новые элементы. Акробатики, калистеники, которые я раньше делать не мог, или те, которые делал только в молодости, когда худой был. нашел себе пути. Рассказываю про физику, то есть имеется в виду про физическое самгие по тому развитию. Потому что это то, с чего, наверное, вернее, то, чего, наверное, многие хотят, и то, что актуально для многих. Но то же самое всего касается, что касается и бизнеса, и социальной сферы. Там я применяю те же самые методики, и точно так же, но это успешно, много-много лет уже. Ну вот, то, что касается оволевых качеств, я вам аргументировал. Конечно, это один только из нотинструментов, один из их, на самом деле, много. Но для того, чтобы узнать их все, подписывайтесь на мои, значит, на сообщество кухонных философов во всех социальных сетях. Есть в ВКонтакте, в Одноклассниках, на Фейсбуке, в Моем Мире, а также в плейлисте на моем аккаунте, на Ютубе, можете посмотреть, на моем на самом деле канале. Вот. И когда выйдут анонсы, там же вы найдете нотанонсы, когда выйдут на эти темы более развернутые видео, значит, уроки, мини-курсы и курсы. Я буду рассказывать уже подробно все методологии с упражнениями, со всеми, как это делать. На этом не пропустите. Обязательно подписывайтесь на каналы, подписывайтесь на сайты, заполняйте формы подписок, будете в курсе всех вещей и будете всегда видеть вот подобные, если вас интересуют, конечно, подобные видеоролики, на эти темы или сходные, всегда, если не понравится, сможете отписаться от рассыли. Так что так, в следующем видеокасте мы поговорим о страшной штуке, которая имеет такое название, прям, ух, ступор перфекциониста. У нас вообще осталось с вами только две темы по поводу того, что мешает нам начать эффективно действовать. Это ступор перфекциониста и прокрастинация. самые такие интересные темы, которые характерны для людей успешных уже, у которых вроде все получается, но в какой-то момент они это получили затык. Они умеют классно планировать, классно систематизировать, у них масса планов, умеют все хорошо делать, но не могут сдвинуться с мертвой точки. Либо что-то начать они не могут, либо просто погрязли настолько в своих самих планах, что из-за них не могут действовать эффективно дальше. Так что обязательно смотрите следующее видео, которое называется «Ступор перфекциониста». «Ступор перфекциониста». «Ступор перфекциониста» «Ступор перфекциониста» ớуэээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ